А знаете ли вы, арабская письменность используется далеко не в одном лишь арабском языке. Алфавит распространялся по миру вместе с исламом. Самый известный пример фарси. Арабо-персидская письменность возникла примерно в 8 веке. Этот алфавит отличается от классического арабского наличием четырех дополнительных букв. Позже его взяли за основу для урду, близкого к кенди-языка мусульман средневековой Индии. Сегодня урду — государственный язык в Пакистане. Арабские буквы долгое время использовались в Малайзии и Индонезии. До сих пор многие религиозные издания там публикуют именно в таком виде. Несколько веков арабская письменность была основной в Османской империи. И сейчас, если вдруг захотите выучить османский и турецкий, вам придется освоить и османский алфавит на основе арабского. Сегодня народы Дагестана пользуются кириллицей, но так было не всегда. До 1928 года, к примеру, аварцы, даргинцы, кумыки и другие использовали исключительно арабские буквы. Карачаевы, балкарцы, войнахи, адыги — все они когда-то прекрасно знали арабские буквы. Это же касается и мусульманских народов по Волжии. Почти все литературные памятники татар и башкир, включая богословские книги, написаны именно арабскими буквами. Любопытно, что многие казахи, туркмены и представители других народов Средней Азии, которые живут в Афганистане, Пакистане или Китае, и сегодня используют арабскую письменность. Арабские буквы родные для множества народов Южной Азии и Африки. Их используют даже некоторые народности Китая. Еще совсем недавно арабскими буквами пользовались даже евреи для того, чтобы записывать слова на иврите. Но, пожалуй, самый необычный пример — белорусская арабская письменность. Она возникла в XVI веке, когда местные польско-литовские татары перешли на белорусский язык, но письменность решили сохранить.